Добра, радости и процветания всем дорогие друзья! Сегодня бы я хотел с вами поделиться своими наблюдениями, размышлениями на такую злободневную тему как российская кожа растительного дубления производства кожевиного завода город Рыбинск Вот, с последнего времени, скажем так, мне приходилось в интернете читать несколько мнений, ну, так называемых знатоков которые ни разу в жизни этой кожи не видели, но смели утверждать, что там в прайсе Рыбинского завода вообще не значится кожа растительного дубления, да, она как бы вообще не кожа растительного дубления там, остеречный чепрак какой-то, вот, ну, наверное, прежде чем такие утверждения писать в интернете стоит самим взять и попробовать вот данный вид кожи, вот, что я, в принципе, советую каждому не слушайте никого, никакие советы, никакие размышления, берите, вот, пробуйте, смело экспериментируйте вот, я думаю, это будет самый лучший вариант Итак, давайте мы с вами рассмотрим же кожу, которую мой проверенный поставщик как обозначил кожу растительного дубления Рыбинского завода Вот такая она на внешний вид, а вот теперь давайте сравним ее с так называемой аргентинской кожей Передняя, значит, задняя часть, вот, армянная Вот С кожи американского производства Кусочком, который у меня есть И старыми запасами Острогожской кожи Ну, как говорится, найдет 10 отличий, ну, тому с меня печенька Единственное, что могу сказать сразу, что она чуть-чуть, то есть, как бы, это и есть отличие по цвету Но дело в том, что вот эти все кожи, которые я вам показывал Они достаточно долгое время лежали у меня на свету Вот, поэтому успели, так скажем, немного загореть Вот, вот у меня вот отрезанный из кусочек, из кожи растительного дубления Рыбинского производства Значит, что бы я по ней хотел сказать, какие замечания, какие свои наблюдения, скажем так А в первую очередь то, что я видел кожу, это где-то толщиной 2 мм И толщиной где-то вот 2,8-3 мм Ну, вот то, что у меня, в принципе, в руках находится Значит, мои первые впечатления по внешнему виду Это то, что кожа 3 мм, она жестковата, собственно говоря Вот, но порадовало, скажем так, выбор исходного сырья, видно, производителем Потому что бахтормяная часть кожи, сейчас я вам покажу Тушковка, которая у меня есть Изнаночная сторона Вот, она очень хорошая, ровная Без каких-то, собственно говоря, размягчений Вот, и точно так же, вот лицевая сторона тоже меня порадовала То, что, как бы у нее нету каких-то ярко видимых таких вот Ну, повреждения лицевой стороны Что, в принципе, я и на всех шкурка, которую перебрал, видел Значит, цвет кожи растительного дубления Ну, он, в принципе, один-один, то, что вот с теми кожами, которые вы видели Вот, и я никакого отличия для себя не нашел в данном виде кожи Значит, по запаху Значит, запах, ну, в принципе, та же кожа растительного дубления Вот, ну, то есть, единственное, что у меня от отличия при многом, при полном намокании данной кожи У нее, как бы, несколько солевой запах проявляется Вот, может, это связано с какими-то технологиями производства Собственно говоря, мне вообще не важно, как правильно данная кожа называется То есть, кожа растительного дубления То, что ли, как-то по-другому Или хоть прачная кожа Вот, для меня лично самая главная вещь То, чтобы кожа соответствовала моим художественным замыслам То, что я собираюсь на ней делать Вот, а как она дубится, там, с солями То есть, там, каким-то титанами То есть, бесхромовым каким-то Это мне абсолютно на свое дело важно Кожа растительного дубления Лично для меня это просто, ну, скажем так Ну, торговое название, скажем так, данной кожи То есть, можно назвать кожей для тиснения Можно назвать кожей для резьбы Значит, какой важный критерий Я бы хотел обратить внимание данной кожи Это способность ее впитывать влагу Вот, мы ее намочим Смотрите, значит, не знаю, с чем связано Может быть, тем, что эта кожа, на самом деле, ну, свежая Вот, она удерживает влагу чуть подольше И чуть побольше по сравнению Ну, вот, с теми кожами, которые у меня есть У других производителей Это не хорошо и не плохо Просто к ней стоит следовать приноровиться, скажем так Значит, способность кожи к формовке Ну, вот я вот тут немножечко там какой-то там Вчера попробовал на ноже отформировать Вот я ее замочил Вот делать какую-то формовку Вот формовка она держит Ну, собственно, она прекрасна Вот видите Потому что жесткая Края очень хорошие Способность держать форму тоже великолепная Значит, какие еще могут быть критерии для работы Личные, важные лично для меня с кожи Это работа, скажем так, инструментами основными То есть, это, к примеру, поворотный нож К которому делаем какие-то отверстия Каких-то линий на коже Я прошу обратить внимание Делается легко Следы ровные Не оставляет каких-то ярко выраженных заусенцев По линиям Вот Ну, и, соответственно, это работа бевелером По подъему Очень мягко, очень легко, на мой взгляд, все это получается Но я, правда, кинговским бевелером работаю Без насечек Это мой основной, скажем так, инструмент Обратите внимание То есть, в принципе С учетом того, что и как я это аккуратно-неаккуратно делаю В принципе, глубина продапливания Достаточно, потому что высокая Собственно говоря То есть, она лично меня вполне устраивает Пробовал я различного рода штампами 3D-штампами, штампами корзинки Вот Оттиск тоже достаточно четкий Вот Держится он хорошо, плотно Вот Никаких нареканий по этому вопросу у меня не возникает Ну, вот Какой-то я вчера Минимальный рисунок пытался соорудить Такой, что-то типа цветочка Хотя, в принципе, я уже с нее сделал Там пару вещей связались с данной кожи Вот поэтому То есть, по всему технологическому процессу Скажем так Как я ее прогнал, никаких нареканий В каких-то особых отличий от других кожи Она у меня не вызвала Значит, по поводу окраски Ну, я в основном Я не крашу акрилом А крашу в основном проникающими красителями и морелкой ну давайте посмотрим с вами как она ведет на проникающем красители хотят я себе хотят уже принципе так что просто продемонстрировать вот идет отлично в принципе краситель впитывается хорошо достаточно равномерно если есть какие-то неравномерности но как всегда мы финишами их выравниваем с морелкой ну в принципе то же самое сейчас мы пробовать не будем и так из всего этого какие бы я в принципе хотел сделать выводы кожа которую скажем так продавец обозначает как рыбинская кожа растительного дубления вполне подходит для моих личных целей для резьбы по коже который я имею честь заниматься по сравнению с остальными видами кожи но мы можем попробовать но принципе поверьте на слово или сами можете поэкспериментировать это одно и не то же то есть каких-то плюсов каких-то минусов я лично просто не вижу ну опять с учетом хочу сказать что я делаю такие достаточно небольшие вещи может быть там каких-то там крупногабаритных вещах может быть отличие там или в длительной эксплуатации я еще и тоже не наблюдал то есть но буду наблюдать об этом думать делиться с вами своими наблюдениями вот и скажем так поэтому в данной коже вот для меня нет никаких ни плюсов и ни минусов по сравнению с остальными видами кожи единственное что которая есть плюс большой для меня что ее стоит она в три раза дешевле чем аргентинская кожа и пять раз дешевле чем американская кожа вот вот это для меня самый большой плюс а если на чем-то более дешевым у меня получается то же самое что на более дорогом как говорится меня зачем платить больше а по поводу скажем так доверия недоверия моим словам друзья купите себе кусочек аргентинской кожи он не так дорого стоит в пределах пару тысяч себе можно хороший кусочек воротка купить они небольшие вот экспериментируйте смело сами подойдет вам не подойдет то есть не слушайте мнения ни меня никаких либо там других знатоков самый лучший способ познания это эксперимент чему я вам смело советую с уважением к вам алексей мазалев